Продолжается пятый день чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. Мы продолжаем следить за самыми интересными событиями чемпионата и освещать их в нашей студии. В студии Тимур Рага. Здравствуйте! Продолжение следует... Нам невероятно приятно видеть вас в нашей студии и это значимое событие для Казани. Постараемся обсудить прямо сейчас с вами. Вы готовы? Всегда готов. Тогда давайте начнем обсуждать текущую позицию. Сейчас покажем нашим телезрителям медальный зачет. Мы сейчас продолжаем находиться на втором месте. Нам на пятки наступают американцы и впереди лидирует Китайская Народная Республика. Как вы считаете, на что нам можно надеяться по итогам чемпионата? Какое место мы будем занимать в конце турнира? Ну, будем стараться, конечно, самое высокое занять место. Сейчас синхронистки уже начали выполнять свой медальный зачет. Золотые медали в очередной раз они нас будут выручать и приносить еще, наверное, три вида программ, которых они обязаны просто, наверное, выиграть и поставить нас в ближайшее время на первое место. Но когда подтянутся мужчины и другие виды спорта? Это плавание, когда уже начнется. И водное поло уже в конце 7-го, 8-го числа, 7-го будут финальные игры женского турнира, 8-го мужского. В плавании мы тоже можем на что-то рассчитывать. У нас есть спортсмены, готовые приносить золото. Конечно, домашний же чемпионат мира. А, ну тогда все, вопросов тогда в этом плане нет. Тогда давайте начнем обсуждать саму организацию турнира, мнение специалистов, организаторов. Удалось ли нам переплюнуть предыдущий чемпионат мира? Мы любим устраивать все масштабно. Удалось ли выполнить такую задачу? Вы знаете, было страшно, конечно, тем более не хотелось ни в коем случае ударить лицом в грязь. И то, что мы сделали, это на самом деле супер. В какой-то момент не оцениваешь это, но со стороны остановишься, как будто со стороны посмотришь. Мы сделали все супер. Тем более, когда приходят технические делегаты и говорят, у вас все великолепно. Например, бассейны, это что-то. В Барселоне даже некоторые нарекания были у специалистов. Судьи приходят, Ирик вообще, говорит, все организация, доставка, все отлично, все супер. В деревне универсиады, кто проживает и питанием, тоже боялись в какой-то момент. Многие даже команды Казахстана, например, до этого звонили. Говорят, ну мы не хотим, говорит, в деревне универсиады вроде жить, мы хотим в отель. Но когда они сейчас уже приехали и питание там пошло различное, они говорят, Ирик, все супер, все отлично. Все сытые и довольны. Да. Здорово. Ну а то, что не касается спорта в Казани, какой там популярный объект, куда хотят попасть спортсмены и туристы? Наверное, общаетесь по этому поводу, куда все стремятся? Сейчас, наверное, это парк. Парк чемпионата мира. Все-таки в парк, да? А если взять достопримечательности по городу? В Кремль, потому что сразу же они в Кремль обязательно сходят. Знаю, что уже и в Раифе побывали, в Свиярске съездили. То есть, такие места наши значимые видим, которые постоянно туристы посещают, все это уже посетили они. Ну, тем более, что здорово, что Казань теперь есть, что показать. Хотелось бы поговорить о программе послы чемпионата 2015. Вы являетесь одним из послов. Насколько это почетно? И что вы делаете? Какие ваши функции как посла? Где вы участвуете? Что за мероприятия посещаете? Это очень почетно для меня, честно сказать. Мы рассказываем, что такое чемпионат мира. Мы стали уже давно послами, до этого чемпионата, за год, наверное. И мы рассказывали, ходили в школы, рассказывали, что такое чемпионат мира, какие виды спорта. Когда вообще этот чемпионат мира стартовал, когда мы стали участвовать, когда женские турниры открыли. Про все это мы рассказываем детям. Мы с Машей Киселевой вместе в прошлом году фильм такой создали, который разошелся по России. Тоже рассказывали, объясняли все виды спорта доступно, чтобы каждый понял, что это такое. Помимо этого мы посещаем благотворительные акции. И тоже там рассказываем, что такое чемпионат мира. Тема популяризации водных видов спорта, она очень значима, потому что пока, наверное, эти виды спорта, стоит признать, уступают. Ну, естественно, футбол, хоккей мы не берем, но, допустим, тот же биатлон или теннис более популярны в нашей стране. Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? Потому что я, допустим, вчера был на синхронном плавании, осмотрел этот турнир. Он очень красивый, он очень интересен. Но почему к нему приковано меньшее количество зрительского внимания, нежели, допустим, к тому же биатлона? Ну, так как у нас, наверное, мало было бассейнов. Вот если взять Казань, до универсиада у нас всего лишь один 50-метровый бассейн был в Казани. Это оргсинтез, который еще в 1973 году был построен. И поэтому, наверное, мало людей ходило в бассейн. Сейчас у нас после универсиада огромное количество бассейнов. И также популяризация повысилась в водных видах спорта. И еще, казалось бы, что построили очень много. Еще можно строить, и еще будет больше зрителей. То есть, все-таки нужно больше объектов спортивных, куда могут приходить заниматься зрители. В этом весь ключ, да? Хорошо, но тогда давайте поговорим, может быть, о менее приятной для вас новости, как для ватераполистов. Вчера наши, к сожалению, проиграли американцам. Говорим о мужчинах. В чем причины поражения? И когда мы вернем успехи сборной России, которые были во времена вашей карьеры? Почему сейчас мужское водное поло, но они не в лидерах? В какой-то момент, в 90-е годы провал произошел такой, когда кризис и в стране был. Это затронуло и наш вид спорта. Тем не менее, в 2000-х годах, в начале нулевых, вы выигрывали Олимпийские игры. Вы не выигрывали, а были в призерах. Да, но мы выигрывали и Кубок мира, и Мировую лигу, но мы все-таки были воспитанниками еще советской школы. Все-таки советской системы. Да, советской системы. А как раз я говорю про дети, ну как уже не дети, а сейчас уже мужчины, мужики. И они, кто родился, вот когда 89-х, конец 80-х, начало 90-х, вот в это время провал произошел. Когда они заниматься, возможности для тренировок были маленькие. Тренировались три раза в неделю всего лишь. И для хорошего результата это мало. То есть, все-таки тренерский состав не соответствует должному уровню. Мы плохо готовим начинающих спортсменов? Нет, сейчас мы уже как бы нормальный у нас тренерский состав. У нас времени не было, возможностей для тренировок не было. Но мы с вами за эфиром обсуждали. Водное поло, в принципе, очень интересный вид спорта. Очень контактный, живой. В принципе, женскую половину может привлечь красота мужских торсов, которые очень красивые, внушительные. Но почему-то водное поло проигрывает многим играм, видам спорта по популярности. В чем причина? Как его сделать популярным в России? Нужно, чтобы, наверное, зритель, который пришел на игру водного пола, понял, за что идут свистки. Потому что вот много приходит и зрителей. У них сразу же вопрос начинается. За что вот этот свисток? За что этот свисток? Потому что вроде борьба идет, но много борьбы не видно, которая происходит под водой. И не специалисту тяжело определить, за что свисток был дан судью этой команде, за что был свисток другой команде. Когда будет это более понятно, вот, честно сказать, в советские времена, наверное, было это более понятно и более чище. Потому что меньше было такой грубой, грязной игры. Ясно. Я предлагаю продолжить эту тему. У нас просто есть первый дозвонившийся. Напоминаю, телефон прямого эфира 511-99-66. Говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Лиля Зарипова. Вот у меня есть сын, ему 5 лет. Я хотела бы узнать у Ирика Хайдаровича, со скольки лет можно профессионально заниматься водным полом, посвятить себя спорту, именно водному полу. Спасибо большое за вопрос. Ну, вот видите, уже привлекает внимание даже маленьких наших юных телезрителей водное поло. Со скольки лет и, в принципе, куда нужно давать, допустим, в Казани, есть ли помимо Казани в Татарстане другие школы водного пола? У нас детская школа есть, прекрасная детская школа водного пола. В этом году эта школа выиграла все, что можно было выиграть в России. Начиная с младших юношей и заканчивая старшими юношами. Буквально перед чемпионатом мира нашей команды 99-го года рождения вернулась опять победителями спартакиады. Ну, то есть у нас есть где заниматься. Это бассейн Оргсинтез, бассейн Каи Олимп и дворец водных вид спорта. Там у нас есть отделение, где занимаются детьми. А со скольки лет прошло наше телезрительство? Со скольки профессиональным, конечно, наверное, профессиональным, это уже когда ребенок определится, это уже после школы занятий. А вот начать можно уже и в 5 лет. Плавать можно, начинать и постепенно, постепенно переходить на водное поло. Я своего сына также в бассейн привел, он там у нас есть в Оргсинтезе лягушатник, в два дворца водных вид спорта есть лягушатник. Постепенно к воде надо привыкать, тем более, что мы все из воды вышли. Все с этим ясно. Итак, хотелось бы обсудить тему, которая сейчас бурно обсуждается в СМИ. Это судейство на чемпионате мира. Сейчас ни один мундиаль не обходит без каких-то судейских скандалов. Вот, допустим, у нас есть фотографии синхронистов в смешанных парах, где наши где-то даже скандально проиграли американцам. Вы также говорили о судействе в своем интервью, о вчерашнем матче с американцами. Давайте поговорим о судействе. Почему происходят ошибки судей? Ну вот, когда мы говорили с вами о популяризации водного пола, и тут то же самое. Много свисков, и все вроде они профессиональные, и все свиски были. Ну, не придерешься. Потому что можно было дать удаление, можно дать переход. И по большому счету судья окажется и в той ситуации, и в этой прав. И мне кажется, что не совсем в нашу сторону было судейство. То есть все спорные моменты, которые были, ну не все. Это я уж так уже перегибаю на аэропалку, не все моменты. Но были моменты, когда свистели не в нашу пользу. Все-таки у нас домашний чемпионат мира, можно было бы к нам понисходить. Но все-таки, отходя от темы водного пола, допустим, взять тоже синхронное плавание, но и другие виды спорта, все-таки тема судейства обсуждается. И Виталий Леонидович Мутков высказывался о том, что где-то есть недоработки судей. Почему это происходит? Потому что это в России? Ну, к нам предвзято все время относились, тем более, какая политическая ситуация. Ну, да нет, борьба, борьба, она везде происходит, не только на поле, но и за полем. Итак, я продолжаю тему тоже, предлагаю продолжить после звонка. У нас есть еще один дозвонившийся. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите. Алло, здравствуйте. Я болельщик водного пола и вообще всех видов водных видов спорта. У меня просто вопрос. Штрафной бросок выполняется в водном поле с 4 или с 5 метров? Спасибо большое. Видимо, человек разгадывает кроссворд или викторину. Где-то у него вопрос возник. Раньше было с 4 метров, когда я еще играл. Потом тоже уже на закате моей карьеры спортивной перешли на 5 метров. И, честно сказать, даже в какой-то момент было перестраиваться немножко сложнее. Ну, с 4 метров проще, естественно, забить гол, чем с 5. Но сейчас уже игроки привыкли. То есть с 5 метров все-таки. С 5 метров. Итак, продолжая тему судейства. Все-таки спорт, он вне политики, наверное, должен быть, да? И как раз-таки вчера на синхронном плавании поддержка украинцев была такая же, как и нашей сборной. Мы болели за Украину, несмотря на все эти конфликты, которые есть. В других видах спорта все-таки спорт как-то влияет на политику. Продолжается у нас предвзятое отношение к России. Ну, я бы не сказал, что политика все-таки влияет. Потому что с Украины, если взять, я на Украине прожил 10 лет. Для меня это тоже, как и родная страна, скажем так. Да нет, я думаю, политика не влияет на это. Все понятно тогда. Мы бы хотели обсудить проблему китайской машины, так называемую, особенно у прыгунов. Как победить китайцев? Есть ли формула успеха? Потому что даже в прыжках с вышки, допустим, канадцы утверждают, что это можно сделать. Но пока почему-то у китайцев получается это лучше. Как побеждать китайцев? Почему у них, в принципе, спорт развивается так быстро? Особенно если взять Олимпиаду в Пекине. Для многих тогда это было просто откровение, что в Китае многие виды спорта оказались на первом месте. И сейчас продолжается китайская гегемония. Материал массовости, который у них существует, это, конечно, дает большие возможности для того, чтобы показать хорошие результаты. И их нетрудолюбие. То есть, если им скажут, что 5 часов нужно тренироваться, они будут 5 часов тренироваться, 6-6. Это единственный, ну, не единственный, но один из единственных социальных лифтов, где они могут за счет спорта выйти наверх. То есть, возможность как-то расти. А вот кто-то отмечает, что это определенное чувство патриотизма китайцев в своей стране. Это влияет как-то на успехи спортсменов? И это тоже немаловажный фактор. У них это как-то заложено с детства. Мы, кстати, в какой-то момент тоже, если взять, потеряли это. Сейчас потихонечку это возвращается все на круги своя, как это должно быть. Потому что показательный случай был как раз один из китайских спортсменов. Просил поменять медаль, потому что на его медали оказалась часть мира, где выигрывали именно Китай, был не так явен и заметен. Он просил поменять медаль. Это все-таки показательный случай. Я предлагаю вам сейчас обсудить вместе со мной голосование в нашей группе ВКонтакте, медиаканал Эфир 24. Мы спрашивали у наших телезрителей, следят ли они за чемпионатом мира. В эти дни в Казани есть два варианта. И пока, наверное, к сожалению, 67% говорят, что нет. Как изменить эту ситуацию? Как привлечь зрителей тогда к вниманию? Хотя вроде бы трибуны не пустуют, там даже самые дорогие сектора продаются. Но все же. Вы знаете, на самом деле, про что вы говорите, трибуны не пустуют. На игре российской, особенно сборной, они были полные. Я вот, например, вчера думал, ну в 9 часов у нас игры начинаются, вообще никого не будет. Нет, люди пришли. Не вчера, даже позавчера первый день был, когда женский. Тем более женский, меньше народу ходит. Нет, много народу пришло. И я был удивлен, честно сказать. А если уж сказать про финальные части, когда начнутся четвертый финал, полуфинал, финал, там вообще уже билеты проданы. Я не говорю уже о той сессии, которая идет у нас вечерняя. На нее уже везде билеты проданы, и их невозможно купить. Сессия, где участвует сборная России. Ну тогда, может быть, небольшой совет от Ирика Хайдаровича, что посмотреть на чемпионате мира, куда сходить, и чтобы привлечь внимание зрителей к данному мундиалю. Да, наверное, все надо посмотреть. Все, что есть, по возможности необходимо посмотреть. Потому что каждый вид спорта по-своему красив. И каждый зритель должен выбрать что-то свое, что ему ближе. Кто-то игровое, что-то должен прийти на водный пол. Что-то индивидуальное, значит, на индивидуальный вид спорта. Тема погодных условий очень обсуждалась перед началом чемпионата. Казани активно заливало. Видимо, именно так решил Господь у нас провести чемпионат мира по водным видам спорта. Но сейчас погода нормализовалась. Вообще, для спортсменов имеет значение температура воздуха? И есть ли какие-то нижние пороги, после которых, может быть, турнир может отмениться? Допустим, понижение температуры до определенного порога. Ну, до такой степени уже, наверное, у нас не опустится температура воздуха. А вот дождь, он может повлиять на ход матча. И это, опять же, принимает решение комиссар матча, который ведет как раз в этот момент матч. Мы даже обсуждали эти возможные варианты. Вдруг дождь не даст нам возможность провести на открытой воде, а переносим матч во дворец водных вид спорта. Это то, что касается пола. А, допустим, плавание на открытой воде или прыжки в воду. В принципе, Казань-арена – это в целом открытый стадион, там ветра проходят. Есть ли какой-то порог температуры, когда спортсменам некомфортно? Потому что в первый день я слушал интервью иностранных синхронисток, и они немного жаловались, что было достаточно прохладненько. Знаете, я как-то еще весной, в начале весны, в Подмосковье был. И наши пловцы на открытой воде соревнования там проводили. Так, я честно сказать, там гораздо холоднее было. Там скорой помощи дежурили, наверное, чтобы, не дай бог, переохлаждения не было. Нет нормальных, хороших условий у нас. Хотелось бы поинтересоваться тогда размещение спортсменов. Где они, в принципе, у нас размещаются, показания, где их можно встретить. И вечером, потому что есть желающие с ними сфотографироваться, пообщаться. Есть ли такая возможность? И тем более вы говорили о питании, что некоторые переживали. Чем почуют спортсменов у нас в Казани? В деревне универсиада несколько, там и азиатская кухня, и халяль, и вегетарианская, и европейская, различные варианты кухни. И спортсмены довольны. Живут они в отелях. Например, если взять нашу сборную по водному полу, и женская, и мужская, проживают в гранд-отеле. Там же проживают и сербская сборная по водному полу. В деревне универсиадок, как я сказал. А где можно их увидеть? Наверное, опять же, в парке чемпионата мира. Потому что многие спортсмены в промежутках отдыха ходят туда, посмотреть на все, на это купить. Все-таки возможность у спортсменов посетить другие турниры есть? Мало, 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 честно сказать. Но есть. Я видел, например, на финале синхронных прыжков 10-метровой вышки российских фатрополистов. У нас есть еще один звонок в студию. Итак, говорите, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Мария. Я хотела бы узнать, а сколько сейчас в Казани вообще существует бассейнов и насколько они доступны для казанских жителей? И еще один вопрос. На какие соревнования Илья Калярович сам успел сходить? И на какие еще планирует? Да, спасибо большое. Итак, количество бассейнов. Ну, до вас посещение. Давайте с этого начнем. Мы можем с вами просто сейчас перечислить их. Это, если самое огромное, это дворец водных вид спорта, который имеет три великолепные ванны. Две 50-метровые, одну 33-метровые, где прыжки. Каи Олимп, Буревестник, Акчерлак. Это 50-метровые. А Оргсинтез, который самый старший наш, скажем. Это пять бассейнов 50-метровых получается. Есть еще 25-метровые. Это такие, как Ватан, Акбуре. То есть, ну, еще, я уж не говорю о фитнес-бассейнах. То есть, бассейнов очень много. Но если их еще будет больше, еще будет востребован. Ну, это по желанию мы у вас слышали. Потому что сегодня, да, есть такой момент. И спрашивали, куда Эрик Хайдарович сам собирается ходить. Какие мероприятия привлекают ваше внимание? Ну, честно сказать, мне тяжело, потому что куда-либо сходить. Я бы с удовольствием сходил везде, побывал. И на синхронном плавании, и на плавании, и на открытом, и на хайдавинге. Но так как я, помимо того, что я еще и посол, я еще и директор соревнований по водному полу. И единственное место, куда мне удалось сходить, это, наверное, прыжки. Потому что мы рядом находимся. Все ясно. У нас есть еще один звонок. Наша беседа вызывает живой интерес у телезрителей. Напоминаю, наш номер 511-99-66. Итак, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хочу сказать большое спасибо всем тем людям, которые устроили нам такой прекрасный праздник. Мы просто в восторге. Вы знаете, как вот бальзам на душу. Я только что приехала со своей дочерью после вот этих соревнований. Просто вот огромное удовольствие. И, конечно, спортсмены, которые выступали, китайцы. Действительно, стоит ради такого зрелища строить такие прекрасные спортивные сооружения. Ну, прекрасно. Спасибо вам большое. До свидания. Ну, такие слова благодарности всегда, я думаю, приятно слышать. Ну, вообще, гордость берет за все, что происходит у нас в стране, в Татарстане и, в частности, в Казани. Потому что мало того, что сейчас мы это можем все увидеть, это потом все односледие остается. Так как после универсиады, которым мы должны пользоваться во благо там нашего дальнейшего. Итак, смотрите, универсиаду мы провели. Чемпионат мира по видам спорта проводим. И вот живой отклик телезрителя. Следующий этап – Олимпиада. Есть, в принципе, все подвижки. Говорят, что мы сейчас стучимся во все инстанции и собираемся проводить летнюю Олимпиаду в Казани. В будущем есть ли у нас потенциал? И как вы к этому относитесь, к этой идее? Я только положительным. Потому что, опять же, если опять взять, у нас, по крайней мере, в стране и у нас в Казани, все, что строится, потом это используется во благо народу. И если это произойдет, Олимпиада у нас здесь, это будет супер просто. Это пик карьеры. Как у спортсмена побывать на Олимпиаде, не то просто побывать, а поучаствовать – это пик. Так и, наверное, для нас, если мы проведем такое грандиозное мероприятие, будет просто супер. Это очень здорово. Хотелось бы тогда личный вопрос. Рик Хайдарович, совершили карьеру спортсмена. Почему не продолжаете тренерскую деятельность? Или как-то вы крутитесь, вертитесь в кругах пола? Или просто организационным вопросом занимаетесь? Почему я сейчас занимаюсь директорством, скажем так, чемпионатом? Потому что у нас небольшой перерыв. Я сейчас тренирую молодежную команду «Синтез Академия». Потому что хочется, чтобы наши воспитанники играли в наших профессиональных клубах. Чтобы мы поменьше покупали, скажем так, из-за рубежа игроков. Чтобы люди могли прийти и посмотреть на своих соседей, друзей и поболеть за них. Тогда людей будет больше еще приходить. Я занялся молодежью. И получаю от этого большое удовольствие. Вы говорили об успехах школы водного пола в Казани. Что мы на молодежи сейчас все выигрываем. Много ли татарстанцев в сборной России по водному полу? Женской и мужской? В женской у нас водного пола нет в Казани. А в мужской сборной играет пять игроков, которые играют за «Синтез Казань». Но это воспитанники нашей школы, это татарстанское водное поле. Там есть и воспитанники нашей школы. То есть, в принципе, мы способны готовить спортсменов на уровень сборной? Конечно. Сейчас проходил тоже турнир в Баку. Первые европейские игры. Там по 1998 году участие принимали спортсмены по водному полу. Там шесть воспитанников нашей казанской детской школы были. Это очень здорово. У нас остается буквально пару минут до конца эфира. Ваши советы телезрителям, что посещать, куда ходить и вообще ваше впечатление о чемпионате? Просто придите и увидите это. Это супер зрелище, супер мероприятие, которое нужно увидеть. В Советском Союзе этого не было. Не было в Советском Союзе. Это впервые в России. Не знаем, когда это повторится. Нужно прийти и увидеть просто это. И вы получите огромное удовольствие. На этом большое спасибо. Ирик Хайдарович, нам еще раз хотелось повториться. Очень приятно, что вы были сегодня в нашей студии. Напоминаю же нашим телезрителям, что в студии был Ирик Хайдарович Зинуров. Многократный призер Олимпийских игр и мировых турниров. Посол чемпионата мира 2015 года. На этом мы попрощаемся. Смотрите нас в побуднем. Завтра мы поговорим о теме волонтерства. Продолжаем следить о чемпионате мира. Будьте с нами. В студии был Тимур Рага. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!